Я хочу благодарить вас за замечательный вопрос о свободе, и поэтому хотел бы посвятить нашу встречу сегодня вопросу, как эту самую свободу обрести. Потому что, как вы правильно сказали, очень многие люди, они живут с ощущением, у меня не было другого выбора, у меня не было свободы, я был вынужден. И люди совершают всякие разные подлости, гадости, потому что у них якобы не было другого выбора, был ли выбор на самом деле. Поэтому вопрос, как мы обретаем свободу, как мы можем свободу, которую мы потеряли, обрести вновь. Я хочу продолжить, по сути, ту тему, о которой мы с вами говорили в прошлый раз. И мы говорили с вами о том, что в Торе ведь сказано, смотри, я даю тебе в твои руки благословение и проклятие, жизнь и смерть. И в конце концов сказано, выбери жизнь. И мы из этого понимаем, что судьба человека, его благословение, его проклятие, они предлагаются ему. И этот человек делает свой выбор, тебе нужно сделать свой выбор в жизни. И мы говорили о том, что, а вдруг человек скажет, а у меня не было выбора, я таким родился. У меня такая генетика, как один из моих друзей старых здесь, так сказать, всяких разных комментариев пишет. Генетика, генетика, генетика. Окей, генетика предопределила. Или генетика, кто знает, что ли, или детство предопределила, еще кто-то, кто в каком-то смысле это определяет, он действительно лишает ли это до конца человека его морального выбора, конечно, в этом вопросе. И вот мы говорили с вами в самой постановке вопроса, когда сказал Рамбам, что сама Тора говорит, смотри, я даю тебе в твои руки, это твой выбор, твоего жизненного пути и потому благословение и проклятие. То, я продолжаю читать слова Рамбама, Рамбам говорит, ты делаешь этот выбор и ты несешь ответственность за свой выбор. И тут Рамбам продолжает и говорит, если бы Всевышний решал быть человеку праведным или грешником, если бы была какая-то причина, которая от рождения человека влекла его по какому-то определенному пути, или вынуждала его принять определенный образ жизни, мысли, или определяла его моральные качества, как фантазируют об этом глупцы-астрологи, как же тогда Всевышний мог бы отдавать человеку правление через пророков, повеление, митсу-заповедь через пророков. То есть вообще тогда понятие митсу-заповеди, оно потеряло полный смысл, когда сказано в Торе, поступай так, например, твори добро, помогай бедным, или не поступай так, скажем, не кради, не грабь, исправьте ваши пути, не подавайте излома начала в себе. Как вообще можно, какой смысл вообще в обращении Всевышнего к нам что-то делать, что-то не делать и исправлять себя? Да, ведь по мнению этих астрологов, или этих, так сказать, людей, верящих в генетику, которая все предопределяет, все было уже предопределено. Когда человек появился на свет, или заложенные в нем природные качества, неодолимо влекут его к этому. Какой же смысл бы имела тогда вообще вся Тора? По какому праву, по какой справедливости называется грешник, наказывается грешник, или вознаграждается праведник? Интересный вопрос. Как можно вообще награждать кого-то или наказывать кого-то, если все было предопределено? Кстати, вопрос настолько тонкий, что, например, в американской республиканции была такая тенденция. О, этот человек вырос в черном гетто, это не его вина. Да, он убил, да, он совершил преступление, но у него не было другого выхода, поэтому давайте проявим к нему милосердие. Понимаете, разные милосердия можно проявлять, да? Неужели судья всей земли не рассудит, говорит Рамбам? Ты можешь удивиться и спросить, разве человек может поступать, как пожелает? Разве действие зависит от него самого? Разве может что-то произойти в мире без позволения Творца, без того, чтобы была на это его Творца воля? Ведь написано, все, что пожелает, делает Всевышний на небе и на земле, как сказал царь Давид. Видите, ставит Маймонит уже вопрос, так сказать, противоречия кажущегося. Знай, что все по воле Всевышнего. Пожелал Создатель, чтобы огонь и воздух стремились вверх, а вода и земля вниз. Небесные сферы вращались, и все творения в мире обладали свойствами, которые ему, Всевышнему, было угодно наделить их. Точно так же пожелал он, чтобы воля человека была свободной, и он был бы властен над своими поступками, и чтобы ничто не вынуждало его к определенным действиям, и никакая сила не влекла его к ним, но чтобы он сам, руководствуясь разумом, данным ему Всевышним, совершал все, что человек в силах совершить. И потому он судим за дела свои, если делает добрые дела, вознаграждают его, если творит зло, карают его. Об этом говорили пророки. И здесь он приводит цитаты, доказательств. И за вас самих было, так говорит Малахи. Они сами избрали свой спуть, говорит Ишаягу. И об этом сказал Шлома, царь Соломон Мудрейший. Радуйся, юноша, юности своей, но знай, что за все приведет тебя Всевышний на суд. То есть, знаешь, что тебе дана возможность поступать, как вздумается. И потому ты в будущем будешь держать ответ за свои поступки. И вдруг тут Маймонит задает свой знаменитый вопрос. И если спрошишь ты, ведь Всевышнему все видимо, то есть он ведомо, прошу прощения, ведь Всевышний знает, ему все ведомо, что произойдет в будущем. Еще до того, как это случилось. Знает ли он, что человек станет праведником или грешником? Если предположить, что он, Всевышний, знает, что человек будет праведником, то получится, что тот человек не может не стать праведником. Почему? Всевышний знает будущее. И Всевышний знает, что этот человек будет праведником. Значит, получается, что у человека уже нет свободы выбора не стать праведником. Если же допустить, что хотя ему и известно, что человек будет праведником, человек может все-таки стать грешником, то это не истинное знание. Значит, получается, Всевышний не знает будущего. Вот это вопрос. Друзья, я вам хочу сказать, что этот вопрос потрясающий, занимал умы поколений, и на эту тему люди продолжают по сегодняшний день размышлять и давать интересные новые ответы. Знай, говорит Маймонит, что ответа на этот вопрос не вместят все земные просторы и вся ширь морская. Он включает в себя множество основополагающих законов и понятий, высоких, как огромные горы. Однако ты должен знать и понимать следующее. То есть, он говорит, объяснить всю глубину и широту ответа на этот вопрос не может никто, так надо, наверное, сказать. Но есть кое-что, что ты должен знать и понимать. Как мы уже объясняли во второй главе законов основных принципов Торы. Всевышний знает обо всем. Но знание это не является чем-то отличным от него, как у людей, которые не тождественны своему знанию. Я это одно, и я знаю о чем-то, вне меня. У Всевышнего нет ничего, что вне его. Да он, ибо он Всевышний, и его знания едины. Человеческий разум не в состоянии по-настоящему понять это. Так же, как невозможно понять, постичь сущность самого Творца. Как сказано в Торе, Всевышний говорит Моисею, не может узреть меня человек и остаться в живых. Так невозможно постичь и сущность знания Создателя. И об этом сказал пророк. Очень важные слова, друзья, мы их читаем в постный день, в дни поста. Не мои мысли, ваши мысли. И не пути ваши, мои пути. Пророк Ишаяу. И поэтому нам невозможно понять, каким образом Всевышний знает обо всех творениях и обо всем происходящем. Но мы должны твердо знать, что поступки человека в его собственных руках. И Всевышний не принуждает его и не решает за него, поступать ли ему так или иначе. И не только предание, то есть не только Тора учит нас, не только наша традиция учит нас. Этому принципу он убедительно доказуем, интересно говорит Рамбам, с помощью логики. Я помню, когда я читал на иврите, я понимал с точки, так сказать, как бы общепринятой мудрости. То есть на мне кажется, что он полагается здесь на науку, на философию, не знаю на что угодно. Он говорит, это самый очевидный факт, хотя его трудно осознать. И поэтому говорили пророки, что человека судят за все его поступки, хороши они или дурны. И это основополагающий принцип, на котором зыждутся все слова пророков. Вот это слова. Вот это слова. Я помню, что на этом месте, когда-то мы сидели в Москве, у нас дома на Красноказарменной улице. И у нас собралась группа ребят, отказников, интересные были люди. Илья Эсса сидел в углове стола и читал вот эти слова, которые я читаю вам. Поэтому я их когда-то впервые услышал, наверное, в году 79-80. Мне было, может быть, 19 лет тогда. И вот, когда Илья их прочитал, я не знаю, упомянул ли он тогда уже этот вопрос, но в комментарии Маймонида, один из известнейших комментариев Маймонида, это Равида. Это был галактический авторитет, который был современником Рамбама, и который написал свои вопросы на Рамбама, который не соглашался с какими-то его галактическими решениями. Он все работы Рамбама прошел и оставил свои комментарии к ним, которые являются вопросами на Рамбама. Очевидно, что Равида был гением. Это был гений. В принципе, может быть, более даже в тот момент авторитетным или знаменитым, чем Рамбам, поэтому он резко критиковал Рамбама. Определенное принятие каких-то решений. И вот когда Рамбам говорит о том, что вот у нас, получается, парадокс и проблема, как же так? Если мы считаем, что основополагающим принципом ответственности человека за свои поступки в этом мире является его свобода выбора, потому что если это не он выбирает, то его нельзя ни на что наказывать, за что заказывать, потому что он не несет ни за что ответственности. И поскольку у нас есть заповеди и преступления, и у нас есть награда и наказание, то это само по себе является следствием осмысления или признания свободы выбора человека. Но тогда говорит им, подождите, у нас есть проблема. Например, мы говорим, что этот человек не решает, будет ли он праведником или негодяем. Давайте представим себе простой вопрос. Видите, это на уровне, так сказать, если хотите, как бы, так сказать, знаете, вопрос, может ли Бог поднять камень, который, да, может ли Бог создать камень, который не может поднять? Правильно? Это древний, так сказать, древний греков, возможно, философское противоречие. Может ли Бог создать камень, который не может поднять? Если он может, значит, он несовершенен и не всемогущ. А если не может, потому что он может поднять любой камень, значит, он не всемогущ, потому что он чего-то не может создать. Вот вам противоречие всемогущества всевышнего. На этом уровне, как бы, Роман показывает, вот вам, пожалуйста, еще одно противоречие. Если Бог знает будущее, то он знает все, включая ответ на вопрос, кем станет этот человек. И если Бог знает, что вот этот рожденный сейчас ребенок, он будет хорошим человеком, то получается, что у этого человека больше нет свобода выбора стать плохим. Если же Бог не знает, что будет с этим человеком, то это Бог, который не знает будущего. Что же за Бог, который не знает будущего? Это вопрос, который, по сути, задает Роман. Или если Бог знает, что человек будет хорошим, а этот человек стал плохим, опять, что же это за Бог такой, который не знает, что на самом деле произойдет? Получается, у человека есть совершенно другой уровень возможностей, знаний. Он может как бы Бога обдурить, что же это за Бог такой? По сути, этот вопрос задает здесь Роман. Так Райвет в своем комментарии на Ромбама, который, может быть, я увидел позже, но все равно мы, по сути, его обсуждали тогда. Он говорит, лучше бы Маймонид, лучше бы Ромбам промолчал и не будоражил умы людей всякими такими каверзными вопросами. Потому что вопрос они поняли, а ответа не последовало. Правильно? Ответа нет. Вопрос был, а ответа нет. Лучше ему было бы промолчать, потому что все, что он сделал, он смутил умы, сердца и души евреев. Только для того, чтобы успокоить людей, говорит Райвет, я вам дам ответ. Помните, Гури, ответ, нет? Он говорит, я вам дам ответ. И Райвет дает ответ. Он говорит, ответ простой. Знание Бога не определяет свободы выбора человека, потому что же человек не знает о том, что знает Бог. Представляете, как Райвет выкрутился? Он говорит, человек же не знает, что Бог знает. И потому Бог знает, человек решает, но он же не знает, что Бог знает. Если бы мы все знали, что знает Бог, то, во-первых, мы бы были богами, а во-вторых, мы знали бы, как поступать. От нас знание Бога сокрыто, говорит Райвет. Поэтому мы не знаем будущего и не знаем знание Бога, и поэтому мы совершаем свои поступки. Но, конечно же, знание Бога будущим абсолютно не подтвергается никакому сомнению. Это говорит Райвет. И вот я помню, когда мы эту тему обсуждали, то в этот момент вскочил мальчик молодой тогда, ну, относительно молодой, которого звали Саша Этерман. Потом он стал, по-моему, финансовым директором газеты Вести в Израиле. По-моему, он недавно ушел из этого мира, если я не ошибаюсь. Очень был талантливый, интересный человек, который закончил МИИТ, Московский институт инженеров транспорта, и интересовался литературой, потом писал рассказы. В общем, интересный был человек в Москве. И вот он вскочил тогда и говорит, можно я объясню? Я говорю, интересно, окей. Он говорит, я хочу объяснить этот спор сейчас Рамбама и Райвета. И он привел очень интересное объяснение. Он говорит, вот, например, вот мы сейчас находимся на шоссе Энтузиастов. Я жил на Красной Казарбиной улице, у нас там рядом шоссе Энтузиастов. И говорит, вот представьте себе, что вот я сейчас вышел и пошел к винному магазину. А у нас там был винный магазин, и из него выходили люди, которые работали на заводе, там на шоссе Энтузиастов. Было несколько заводов, там крупнейший был завод. Они выходили, они прямо после зарплаты шли в магазин. И потом выходили и шатались. Он говорит, представьте себе, я выхожу и вижу человека, который шатается. И вот у него там рядом березка растет, и он пытается за нее уцепиться. Но ему кажется, целый лес берез вокруг, у него в глазах двоится и троится, он не знает, где это. И вот он пытается эту березку найти, не понимает, где она. А я смотрю на него. И думаю, он, конечно, думает, что у него есть шанс ее найти, и он пытается устоять. Но я же понимаю, откуда он вышел. Я понимаю, что он выпил. Я понимаю, что он еле стоит на ногах. И я понимаю, что еще через секунду он упадет. Он без, как сказать, беспомощного барахается. Он думает, что он еще борется. Он думает, что у него есть какая-то свобода выбора схватиться за березку. Но я со своего уровня понимания этого человека со стороны не пьяный. Смотрю на этого пьяного и понимаю, что пьяный упадет. Так же и Бог смотрит на нас. Поэтому то, что говорит Райвет, что Бог смотрит на нас с высоты своего понимания. Мы не знаем его знания. Но он-то ведь знает, что мы в конце концов примем. Он знает все наши начальные условия, знает наши свойства, характер и так далее. Если мы примем позицию Райвета, то мы полностью, абсолютно отняли свободу выбора у человека. Ее просто вообще больше нет. Сказал Саша Этерман тогда. Поэтому говорит, я хочу защитить Рамбама. Как же понять Рамбама? Говорит, очень просто. Он представит себе, вот у нас есть стол. Мы сидим за столом. Вокруг этого стола сидел Йосеф Бегон. Сидели замечательные ребята. Там Саша Барк, Мойшик Гойберт. Замечательный плеяда ребят сидела за этим столом. Эзра Ховкин, замечательный писатель, которого, может быть, кто-то знает из вас. Зейв Мешков сидел тогда же за этим столом. Многие другие. Вот они сидели за этим столом. Илья сидел во главе стола. Он говорит, смотрите, вот, например, я могу этот стол, выходя из этой комнаты, обойти с двух сторон. Могу пойти справа, могу пойти слева. И вот я задам вопрос, говорит он. Можно пойти справа. Окей. А Бог знает, что я пойду справа? Бог знает, что я пойду справа. Окей. А могу ли я пойти слева? Могу. А Бог знал, что я пошел слева? Знал. Но это же противоречит одно другому. Это противоречит в ограниченной логике человека. Правило исключения третьего в логике человека не уживается. Именно потому, говорит Рамбам здесь, что нам, в нашей человеческой логике, понять, что такое знание Всевышнего, которое включает в себя все возможные, парадоксальные, противоположные принятия решений, и что такое знание Всевышнего мира, мироздания. Это человеку понять невозможно. Мы, конечно, не можем осознать, что такое бесконечность Вселенной. Хотя мы понимаем, что она сегодня, так сказать, астрономически, физически отсутствует. Но когда люди говорили, ну как это можно сказать? Вот смотрите, вот конец Вселенной, а что за ним, говорили греки? Ты хочешь доказать мне бесконечность Вселенной, применяя ограниченную человеческую логику? А осознание твое воспринимает, что такое бесконечность Вселенной? Точно так же, как понимаем бесконечности, мы точно так же не понимаем конечности. Потому принимать что-то одной нашей ограниченной человеческой логикой и из этого делать какие-то доказательства, Бог не знает, потому что если так, то так, а если этот, то нет. Бог знает и так, и Бог знает и так. Вы хотите почувствовать и понять немножко, что такое знание Бога? Очень просто, мы с вами это не раз говорили, дуализм света. Это вам простой очень пример, что такое свет. Спорили Эйнштейны и все физики мира, и все эти группы людей разделились на две, так сказать, борющиеся друг к другу школы. Они говорили, свет это частица, вот у нее есть вес. Такой был профессор-фабрикант Московского энергетического института, в школе которого я учился. Он доказал, что у веса есть свет, значит это бомбардирует какие-то частицы, эти весы. А другие говорят, подождите, интерференция света, все, так сказать, качества света волновые. Значит получается, что свет это волна, это термагнитное излучение. Но подождите, говорили третий, ведь у нас есть понятие материи, и понятие материи делится нами, людьми, на две категории. Вещество и поле. Вещество то, что, так сказать, сделано, сотворено из частиц, и поле, которое не вещественно, но это энергия, это сила электромагнитного излучения, или магнитные силы, или электрические силы, и вот одно вещественно, а другое не вещественно, правда? И мы спорим, свет это вещество, или это поле. И в дух приходят ученые и говорят, и то, и другое одновременно. Как воспринимает этот человеческий разум? Никак. Понять это разумом невозможно. Но ученые, которые хотят немножко, нас капельку, так сказать, чтобы хотя бы почувствовали, что такое мир, и говорят, там в потенциале есть способность у света в определенных ситуациях вести себя как вещество, а в других ситуациях вести себя как поле. И они добавляют уже, изучая квантовую механику, принципы неопределенности, и говорят, а что такое вообще? Вы думаете, это вещество? Вы посмотрите глубже, вообще, что такое вещество? Это какие-то электроны, которые крутятся вокруг какого-то ядра. Если вы возьмете этот электрон, как вы хорошо знаете, и будете этим электроном стрелять, или просто посылать его через два отверстия, у вас два отверстия, у вас есть мячик, и вы спрашиваете, можете ли вы бросить этот мячик одновременно через два окна? Одновременно через два окна мячик бросить нельзя, правильно? И поэтому некоторые говорят, вот мы вам сейчас проведем опыт, берем электрон и перед двумя отверстиями его направляем. И оно, этот электрон, проходит только через одно отверстие, потому что с той стороны мы ставим бумагу, фотобумагу, и у нас доказательство, что электрон прошел через одно отверстие, а не через другое. Если это было бы луч света, то луч света прошел бы одновременно через два отверстия. Поэтому этот пучок энергии электрона, это вещество. А другие говорят, подождите, это только потому, что человек наблюдал. А если нет наблюдателя, то тогда электрон почему-то одновременно проходит через два или три, или сколько хотите отверстий. Подождите, а откуда электрон вообще знал, что за ним наблюдали? А, Миша, вы понимаете, о чем мы говорим? Да, в принципе, неопределенность. Откуда электрон знал? Но одновременно, главное, что один и тот же электрон ведет себя как луч света, или ведет себя как частица. Мы говорим, вещество это вещество. Да нет, в самом веществе заложены ядерные энергии, другие свойства. То есть, по сути, мы живем в мире, который противоречив и парадоксален. Поэтому, когда мы говорим о знании Всевышнего, то знание Всевышнего, оно в самой своей сути, да, оно в самой своей сути знания Всевышнего отлично и бесконечно выше, чем любое ограниченное понимание мира человеком. Именно это и сказал нам Рамбан. И потому он говорит, то, что вы думаете, неужели Бог предопределил будущее на эту тему. И как же, если Бог знает будущее, это предопределяет будущее? Говорит Рамбан, нет. Бог будущее знает, а человеку дана свобода выбора. Когда рабе Акива, 11-го положников Талмуда, говорит нам, когда он нам говорит, знаете, какой здесь ответ? Он говорит на этот вопрос, который здесь задает Рамбан, этот ответ был задан, дан на самом деле полторы тысячи лет или тысячу с лишним лет до того, как Рамбан его задал. Он говорит, «Хаколь я дуа, варшутный туна». Все известно, а свобода дарована. И человеческий разум не в состоянии этого понять, так же не в состоянии понять дуализма света или дуализма электрона или всей другой противоречивой, парадоксальной природы мироздания. Но то, что нам твердо нужно знать, говорит Рамбан, это то, что свобода выбора нам дана. И буквально в заключение я хочу вам дать одну мысль, потому что Рамбан все-таки, буквально мгновение, я знаю, что я истратил много времени, но мгновение, буквально я хочу задать следующий вопрос. Рамбан, друг, задает в следующей главе, шестой. В Торе есть много высказываний, которые, казалось бы, противоречат сформулированному выше принципу, имеется в виду о свободе выбора. Это вводит в заблуждение многих людей, внушая мысль, что Всевышний решает за человека, будет ли тот поступать хорошо или плохо. И что человек не властен сделать свое сердце добрым или злым. Я объясню тебе важный принцип, на основании которого ты сможешь понять, как истолковать все эти высказывания. Если отдельный человек или население целой страны согрешили, и грех был совершен по доброй воле, как мы объясняли выше, они заслуживают наказание. И Всевышний решает, как их следует покарать. Бывает, что грешника наказывают в этом мире, лишая его богатства. Или посылая страдания ему и его детям. Ибо неразумные дети, которые еще не достигли возраста, когда они обязаны исполнять заповеди, являются как бы его собственностью. А закон муж умирает за свой грех, применяется лишь, когда ребенок станет мужем, то есть взрослым человеком. В этом смысл, кстати, благословения, которого произносят в момент Бармитсвы, что освободил меня от наказания этого. Именно это причина, почему мы произносят благословение в момент Бармитсвы. Есть грех, наказание за который постигает человека в грядущем мире, а в этом мире он наслаждается полным благополучием. Есть грехи, за которые человека наказывают и в этом мире, и в грядущем. Сказанное верно в том случае, если не было раскаяния. Если же человек раскаялся в своих грехах, раскаяние служит щитом, защищающим его от наказания. Так же, как человек грешит по своей воле и разумению, так и раскаяние он совершает по своей воле и разумению. Но бывает так, что кто-нибудь совершает такой великий грех, или такое множество грехов, что Всевышний решает наказать его за грехи, совершенные человеком по своей воле и разумению, лишить его способности к раскаянию. И не будет такому человеку дано возможности оставить злодейство свое, и погибнет он за грехи свои, в которых повинен. Об этом говорят слова Всевышнего, переданные пророком Ишаяу, имеется в виду обращенные к евреям, друзья. Это они прежде всего начинаем с нас. Огрубей сердце народа этого, отяжеляйте уши его и глаза закройтесь. Чтобы не мог он увидеть глазами своими, услышать ушами и сердцем уразуметь. И раскаяться и исцелиться. То есть проклятие самое большое, которое может быть человеку дано, это лишить его слышать, видеть, чувствовать сердцем и раскаяться. Потому что в этом случае придет исцеление. И если Всевышний хочет лишить человека исцеления, то мы, как с вами знаем, он лишает его разума. И так же сказано. Ну, я не буду продолжать другие примеры, но вот я хочу один пример упомянуть и оставить его вам уже на шаббас, чтобы вы подумали, и после шаббаса мы его продолжим. И потому написано в Торе. И я ожесточу сердце фараона. И так я на мгновение останавливаю, я думаю, что я уже должен здесь остановиться и сказать. Если так, спрашивают мои монеты. Если я сказал вам, что все человек решает по своей воле, и за свои поступки лишь он несет наказание и награду, то получается, когда Всевышний говорит Моисею, иди и скажи фараону, отпусти народ мой, а я отяжелю его сердце, и он не отпустит, я его накажу за это. Как же ты можешь его наказать за то, что ты за него принял решение? Ты же за него принимаешь решение, правда? Если ты за него принял решение, его за это нельзя наказать. Правильно? Мы все с этим вопросом согласны. И я оставляю ответы на этот вопрос на следующей неделе, но один для меня новый ответ, один новый ответ для себя, который я вот осмысливал его, я хочу его просто поделиться и передать в микрофон. Мы когда размышляли в прошлом на эти вопросы, как же так? Так есть ли человек свобода выбора или нет? Может ли Всевышний отнять у фараона свободу выбора или нет? Наказывался бы ли фараон справедливо за свое упрямство? И если его упрямство было следствием того, что Всевышний сделал его таким упрямым, то как же это понять? За что же он был наказан? Так вот, я помню, когда мы говорили об этом в прошлом, то я говорил так, все ответы, многочисленные на этот вопрос, делятся на две категории. Да, Всевышний наказал Моисея, наказал фараона, отняв у него свободу выбора. И это справедливо. Другие скажут, Всевышний никогда не отнимал у него свободу выбора. И это мы обсудим в следующий раз, в следующей неделе. Но первый момент мы объясняем простым образом. Всевышний отнял у него свободу выбора, и это несправедливо. А кто такой фараон? Фараон – это человек, который отнимал свободу у других людей. Тот, кто отнимает свободу у других людей по закону и принципу сохранения энергии или мироздания справедливости высшей, которую мы наблюдаем и в физическом мире, и в мире духовном, что посеешь, то и пожнешь. И потому, тот, кто лишает других свободы, сам будет этой свободы лишен. Вы говорите несправедливо отнять у человека, который рабовладелец, лишающий других людей свободы, и который заманил евреев, обманул евреев, сделал их рабами, лишил целый народ свободы. Наказание – лишить его свободы. Несправедливо? Справедливо. Мы продолжим дальше. Ведь он не только лишал их физической свободы. Он вдалбывал этот, так сказать, марксизм-ленинизм и псевдонаучный атеизм и всякие другие измы под, так сказать, иконой Золотого Тельца. Значит, он лишал евреев духовной свободы. Наказание ему – лишить его духовной свободы. Он лишал евреев свободы выбора. Пойти в синагогу или нет? Взять еврейскую книгу в руки или нет? Получить ли традиции отцов или нет? Он лишал их свободы выбора духовной. И его лишили свободы выбора духовной. Несправедливо? Справедливо. Более того, он вдалбливал евреям, что его трактор «Золотой Телец», который стоял у нас на БДНХ, это и есть серп и молот Египта Советского Союза. И ему надо поклоняться. Поэтому крушение этого серпа с молотом Советского Союза вместе с империей зла египетской было не только наказанием фараону, но и возвращением украденной свободы выбора для евреев. Евреев не только выпускали из Советского Союза физически. Евреи, которые видели крушение советской системы, у них открывались сердца. И они были готовы подумать о том, что может быть все-таки мир устроен по-другому. И в этом смысл крушения всех идолов, кстати, в частности, и Уолл-стрита у нас в Америке, этот коронавирус и все остальное. Идолы рушатся для того, чтобы открыть сердца евреев. Подумайте о том, что происходит сегодня. Но главное, что я хотел сказать, это то, что, на мой взгляд, если мы говорим, что отнимающий свободу лишается свободы, то вопрос вам. Кто обретает свободу? Кто скажет? Кто, кто стремился к духовному, тот обретает свободу. Кто, кто не держался за материальное, тот обретает свободу. Я не знаю еще пока, что означает духовное в этом контексте. То есть, правильно, то есть тот, кто не подавался нажиму фараона. Одна сторона. Но мой вопрос звучал ведь как? Лишающий свободы лишается свободы. Как же вывести свободу? Наверное, это выбор другим. Наверное, тот, кто дает другим право выбора, который заставляет делать то, что он хочет. Браво, Элли! Пожалуйста, Инна. Инна включилась, пожалуйста. Инна и Миша. Миша, давайте. Те, у которых была отнята эта свобода, они получают эту свободу. Они не получают. Они должны за эту свободу бороться. Автоматически, как вы знаете из нашей истории, из истории евреев, им даже дуру даровали, а они там золотого тельца сделали. Мы из Советского Союза вышли, а потом говорили, да здравствует Сталин. В Америке я таких видел. В Америке. Вот я первый раз приехал, мой первый таксист, который меня повел, говорит, здесь нужна, вот в России нужна золотая, не, как сказать, как говорится, железная рука, или там, знаете, вертикаль власти. Он выехал оттуда, он ничего не изменилось. Он там был рабом, он здесь раб. Ничего не изменилось. Подумать. Я имел в виду, что они получают свободу с помощью уже Всевышнего. То есть они получают, то есть он их все-таки выводит и для них создаются условия, в которых они приходят к этой свободе, которые они постреляли и забыли. Мишенька, я очень хочу с вами согласиться, но я тогда был бы вынужден крепить душой. Почему? Мы же договорились, что Всевышний дает свободу. И потому сказано, все в руках Всевышнего, кроме трепета перед Ним. И Всевышний не может заставить нас обрести свободу. Никто не может нам эту свободу дать. Свободу нельзя дать. Интересно, authority нельзя дать. Ее можно только взять. Свободу нельзя дать. Я имел в виду, вот если проследить за цепочкой событий, изначально евреи, они молили к Всевышнему о помощи. И Моша пришел, значит, помогать. То есть они, естественно, видя эти все чудеса, и вот когда они прошли через море, они пели ему эту песню «Море», да? Они там в него, как говорится, вот это первое было их потрясение, особое, ну, те чудеса, которые тоже, которые к ним начинало возвращаться то, что было у их братцов. То есть я это имел в виду. То есть события, которые Всевышний, обеспечил, создали благоприятный фон для того, чтобы евреи опять начали смотреть в эту сторону, скажем. Я соглашусь. Давайте я постараюсь сейчас понять, что вы сказали. То есть вы говорите так. Если по отношению к человеку совершено было несправедливое, и его лишили свободы воли, и выбора, и бросили вниз, то тогда Всевышний создаст условие для того, чтобы вернуть его обратно в ту точку, с которой он может выбирать. И потому Всевышний дал им вкусить торы, даже зная, что они эту тору бросят, разобьют. В смысле, то, что Моисей увидел за грех лотого тельца, и казалось бы, зачем тогда было эту тору им давать? Они же не были на уровне, они же могли ее нести, они могли ее хранить, они же устроили там пляски вокруг тельца. Но зато они несли с собой эти разбитые скрижали, потому что впечатление от соприкосновения со святостью осталось. И теперь они начали к ней тянуться. Иногда ребенок приходит в Ешиву, все отвергает, бросает, уходит, оказывается на улице, проходит годы или иногда десятилетия, и вдруг начинает возвращаться. И вот тогда он возвращается сам. Но я все равно, спасибо, это тонкий вопрос, я благодарю вас, Миша, это было прекрасно. Но вопрос все равно, но еще раз, тот, кто лишает других свободы, то есть лишающий свободы, лишается свободы. мера за меру. Если так, то дарующий свободу, уважающий свободу других людей. Обретает. Кто сказал? Обретает. Обретает. Ури, спасибо вам, обретает свободу. На всех уровнях, подумайте, как это важно, на всех уровнях. Например, когда мы с вами занимаемся Торой, или вы занимаете Торой с другими людьми, которые не знают о том, что это такое, то вы не заставляете людей идти вашим путем. Вы не делаете никого религиозными, ваших друзей, ваших близких. Вы даете ему возможность, прежде всего, отвергнуть то, что они не знают. Я вспоминал о умершем недавно, к сожалению, моем друге, Робнохом Дике, он говорил, прежде чем мы можем сделать кого-то из этих ребят, соблюдающими шаббат, мы должны сначала сделать их нарушающими шаббат, потому что они не знают, что это такое. Все, что мы делаем, мы возвращаем людям свободу, знания о их культуре, о их наследии, о нашей Торе. Это один пример. Другой пример, конечно, и по жизни, и в отношении к семье, отношении к детьми, никогда не проявлять насилие над людьми, а уважать их. Может быть, я даже в каких-то ситуациях это делаю чрезмерно. Вот, например, я с кем-то сегодня обсуждал, идет подготовка следующего учебного года. Я говорю, ты знаешь, вот я хочу обсудить с тобой вот шесть вариантов, что ты можешь делать. Я бы хотел, чтобы ты выбрал то, что ты хочешь. Вот ты можешь делать только это или еще и это, или еще и это, или еще и это, или только это, или это, или вообще уйти в отпуск, оплачиваемый. Хочешь отдохнуть? Возьми. Хочешь работать? Работай. Только, пожалуйста, сделай это сам, то, что ты хочешь. Я закончил словами, я сказал, ты любишь такую книгу Seven Habits of Highly Successful People? Как называется? Он говорит, да, правильно? Seven Habits. И там говорится, я говорю, помнишь автора, Коби? Он сказал такую, такую вещь. Someone who makes a commitment creates hope. То есть, тот, кто дает обещание, он создает надежду. Но тот, кто это обещание выполняет, творит доверие. Creates trust. И поэтому я сказал, хочу, чтобы ты выбрал то, что ты хочешь, а не то, что мне надо. потому что, если что-то ты взял, если я хочу, чтобы что-то ты взял и это нес. Итак, друзья, я хочу, чтобы вы ощутили новый путь обретения свободы. Уважайте свободу других людей, осознавайте свою собственную свободу и наслаждайтесь и радуйтесь свободой, которая объективно является, как сказать, реальностью. Это объективная реальность наша свобода. Поэтому, чтобы у вас, как сказать, выросли крылья, хорошего вам шаба, Сарабури, продолжатель. Спасибо, шаба-шалом.